Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора Севастопольского горсвета. Он подозревается в растрате 18 миллионов рублей. Сроки вновь горят. Глава республики поручил подчиненным ускорить процесс заключения контрактов и пообещал наказывать глав администрации, которые не справляются со своей работой. Согласовать все проекты, которые планируются на 2021 год с председателем МКДЛ и уполномоченными лицами. Снег и лед растаяли, остались лишь ямы на дорогах. В Симферополе приступили к ямочному ремонту центральных дорог. Вчера провели подготовительные работы, сегодня днем будем производить ремонт данных ям. Черноморский регион – территория стратегического значения. Насколько усилена безопасность Крыма после воссоединения с Россией? И какую угрозу несет присутствие кораблей НАТО в море сегодня? Мы видели, как разные заявления Ордогана, хотя весь мир уже не берет все его заявления как-то всерьез. В Севастополе сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность экс-директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет». Его подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере. В октябре 2019 года «Горсвет» заключил договор с фирмой на разработку проектно-сметной документации по капремонту объектов наружного освещения общей суммой на 18 миллионов рублей. Действующий на тот момент директор предприятия вступил в сговор с руководителем фирмы с целью растраты денежных средств, подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора. Имущественный ущерб предприятию вышел на полную стоимость заказных работ – 18 миллионов рублей. В отношении бывшего директора ГБУ возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме того, Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей, а также наложил арест на имущество. Отныне пропаганда наркотиков в интернете повлечет за собой тюремное наказание. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. За склонение к употреблению наркотиков с помощью интернета будут лишать свободы на срок от 5 до 10 лет. Кроме этого, вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За такое преступление грозит тюремный срок до 15 лет и лишение права занимать определенные должности на срок до 20 лет. Предъявлять претензии к Сибии правильно считать, посоветовал глава республики своим подчиненным, комментируя работы по благоустройству общественных территорий, которые в Крыму выполняются за московские деньги. Кроме того, Сергей Аксенов поручил согласовать с председателями многоквартирных домов все проекты, которые планируются на текущий год и провести служебное расследование по взаимодействию органов власти с местными жителями. Сегодня до конца дня провести служебное расследование, чтобы вы публично результаты этого служебного расследования озвучили. Элементарные же вещи, но как вы хотите, без жителей принимать решения. Акцентирую всех внимание, согласовать все проекты, которые планируются на 2021 год с председателями МКДЛ и уполномоченными лицами. В крымской столице из 36 дворов, которые благоустраивают по соглашению между правительством Москвы и Крыма, нескольких работы до сих пор не начались. В перечень отстающих попали территории на улице Залезская 81 и Железнодорожная 4, 8 и 16. По этим адресам не уложено резиновое покрытие на площадках. Причиной срыва срока в администрации города называют погодные условия. Этот вопрос, то есть вы доработаете, когда вы закончите, скажите, окончательно, когда будет резиновое покрытие уложено на этих двух территориях, соответственно, и газоны, когда будут закончены? Сергей Валерьевич, ну, погодные условия позволят, плюс 5 будет, я думаю, в течение суток закончим это все. Кроме того, затронули на свещании вопросы организации пассажирского сообщения с населенными пунктами, которые расположены вдоль трассы Таврида. По информации профильного министра, после обращения местных жителей были установлены новые остановки. Организованы дополнительные маршруты и скорректировано расписание общественного транспорта. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. С 2021 года для налогоплательщиков организации действуют единые предельные сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему. Уплатить налог в срок необходимо не позднее 1 марта года следующего за истекшим налоговым периодом. А авансовые платежи не позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом. Кроме того, теперь нет необходимости представлять декларацию по земельному налогу, начиная с налогового периода 2020 года. С этого же года налоговые органы будут информировать налогоплательщиков организации о сумме земельного налога. В сообщениях будет указываться кадастровый номер земельного участка, сумма налога, налоговый период, а также данные, на основе которых рассчитан налог. Сообщения будут направляться через оператора электронного документа оборота или через личный кабинет налогоплательщика. Если сообщение невозможно передать в электронной форме, оно будет направлено по почте или передано лично под расписку руководителю организации. Более детальную информацию обо всех изменениях в расчете земельного налога в Крыму можно узнать на сайте ФНС России. За 24 февраля лаборатории Крыма провели более 900 исследований на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев COVID-19. Среди них 5 – бессимптомная форма болезни. 60 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно и еще 7 случаев обнаружили среди контактных. К сожалению, пока не обходится без летальных исходов, за сутки от инфекции скончались еще 6 человек. За все время пандемии в Крыму выявили больше 35,5 тысяч случаев коронавируса. Скончались более 900 человек, выздоровели больше 30 тысяч. В последнее время власти республики отмечают снижение уровня заболеваемости в Крыму и рекомендуют соблюдать масочный режим и другие меры безопасности, чтобы обеспечить дальнейшее улучшение эпидситуации. Всю прошлую неделю в Крыму бушевала непогода. Сильные снегопады, метели, мороз и гололед оставили после себя ямы на дорогах Симферополя. Ликвидировать последствия непогоды в Рио главы администрации столицы поручил предприятию МБУ «Город». Теперь в кратчайшие сроки на улицах Симферополя рабочие должны восстановить дорожное покрытие. Сотрудниками МБУ «Город» вчера были проведены подготовительные работы. То есть мы фрезеровали выявленные ямы на дорогах. Это центральная часть города, в первую очередь площадь Куйбышева, так называемое Куйбышевское кольцо. Вчера провели подготовительные работы, сегодня днем будем производить ремонт данных ям. Для восстановления поврежденных участков дорог имеется вся необходимая техника и материалы. Еще в январе МБУ «Город» заключил контракт на поставку литого асфальта, который можно укладывать в минусовые температуры. Сегодня у нас там задействовано одно звено, то есть это каток, это будет подвозить асфальт и будет звено бригада работников, порядка 8 человек. Ямочный ремонт выполняется методом литого асфальта, то есть предприятие МБУ «Город» отконтрактовалось в январе месяце. То есть у нас есть закупленный объем данного асфальта, мы производим ремонт минусовые температуры литым асфальтом. Директор предприятия добавил, что при благоприятных погодных условиях в ближайшие дни ямочный ремонт проведут на других улицах, в частности на Киевской и Шмита. Ильвина Зарипова, Служба новостей, ИТВ. Компания ВАД официально приступила к ремонту дороги Евпатория-Черноморская. Специалисты уже начали фрезерование старого дорожного покрытия и укрепление основания. По планам фрезерования старого асфальта завершат к концу марта. Уже в первом месяце весны начнется укладка нового асфальтобетона. Вдоль дороги будут установлены остановки общественного транспорта и тротуары для пешеходов. Общая протяженность отремонтированных дорог превысит 67 километров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт должен завершиться до конца июня текущего года. Администрация Крымской столицы спросила у жителей Симферополя, на что в первую очередь необходимо тратить бюджет города. Среди ответов лидирует образование, ремонт дорог и обновление транспорта, а также жилищно-коммунальная сфера. Не забыли местные жители про развитие культуры и архитектуру города. В образование. Когда будут образованные детки наши, то будет культура и будет все. В жилищно-коммунальную сферу. Ведь в принципе вся молодежь, ваш возраст и прочее, не сегодня, завтра замуж выходишь, жилья нет. И в первую очередь, конечно, надо вкладывать их в развитие культуры. Потому что именно с развития, именно недостаток культуры в нашем обществе, он приводит просто к чудовищным последствиям. Конечно, играет роль среда, архитектура. Потому что мы живем, если вокруг, как говорят, все красиво, все в порядке, то и нам комфортно, удобно, спокойно. Не случайно, Федор Михайлович Зостоевский говорил, красота спасет мир. Черноморский регион называют важнейшим перекрестком, который соединяет Запад и Восток, Север и Юг, а также имеет колоссальное значение для политической обстановки во всем мире. На сегодняшний день вопросы безопасности Черноморского региона стоят крайне остро. Россия постоянно находится под давлением западных стран. Сейчас США и Великобритания пытаются добиться пересмотра конвенции «Монтрё», согласно которой военные корабли не черноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более трех недель. Эксперты уверены, что оснований для пересмотра документа нет. «Опасаться появления в этом регионе американских авианосцев в Черном море или даже крупных боевых кораблей не стоит. Причина очень простая. Авианосец – это такой корабль, который в Черном море является действительно легкой целью. Я уж не говорю о возможности нанесения по авианосцам ударов тяжелой дальней авиации, морской ракетоносной авиации с применением дальнобойных ракет». С тех пор, как Крым воссоединился с Россией, в 2014 году в Черное море стали регулярно заходить корабли ВМС США и других стран НАТО. Руководство Альянса считает наращивание военного присутствия стратегической необходимостью из-за угрозы со стороны России. По мнению экспертов, американцы и англичане добиваются пересмотра конвенции только с одной целью – обеспечить возможность присутствия в Черном море кораблей противоракетной обороны и развертывания десантных сил для высадки на Черноморское побережье, если возникнут такие задачи. Известно, что в свое время претензии на Крым предъявляла даже Турция. Эксперты считают, что это лишь информационный инструмент для привлечения внимания общественности. Мы наблюдали, что именно политическая элита Турции использовала ее тоже как против, но можно сказать, Россия не именно для эскалации какого-то конфликта, просто для улучшения своей, можно сказать, переговорной моменты, например, в Сирии или в Идлибе. Мы видели, как разные заявления Ардогана, хотя весь мир уже не берет все его заявления как-то всерьез. Что касается Крымского моста, сомнений в его защищенности нет. На любую провокацию будут реагировать военные Черноморского флота России. В целом, эксперты Крыма и Москвы соглашаются в одном – НАТО воевать с Россией не собирается, и любая попытка создать угрозу в акватории Черного моря повлечет за собой слишком серьезные последствия. Татьяна Ополева, Служба новостей и ТВ. В Джанкуе сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование 45-летний мужчина отказался, за что был привлечен к административной ответственности. Помимо этого, полицейские провели личный досмотр и обнаружили у водителя спичечные коробки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в них находилась марихуана. Кроме того, было установлено, что нарушитель успел до задержания сбыть около 4 граммов марихуаны. В отношении гражданина вслед за административным возбудили и уголовное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 и частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Спасатели эвакуировали четырех человек из многоэтажки в Симферополе из-за пожара. Сообщение о задымлении лестничного марша на улице Киевская поступило в службу спасения в среду 24 февраля. Уже по прибытию на место сотрудники ведомства установили, что горит электрощитовая на 11 этаже 14-этажного дома. Дым распространился с 9 по последний этаж здания. Местные жители из опасной зоны были эвакуированы. К работе приступили более 30 спасателей и 7 единиц техники. Пожар площадью полтора квадратных метра был ликвидирован.